С начала года на территории Твери произошло 49 преступлений с участием несовершеннолетних. Такую статистику озвучивают в управлении МВД по городу Твери. Примечательно, что более половины от общего количества совершенных подростками преступлений групповые. Как правило, это преступления имущественного характера. Так, за 7 месяцев 2020 года подростками совершено 13 краж и 4 грабежа. Самым криминогенным с точки зрения подростковой преступности в Твери является Заволжский район. Из 49 случаев 31 приходится на Заволжье. При этом за первые 7 месяцев 2020 наблюдается небольшой рост правонарушений с участием несовершеннолетних по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди наиболее частых преступлений кражи и грабежи. Однако также сотрудниками внутренних дел было зарегистрировано одно правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Причиной совершения несовершеннолетними преступлений, как правило, является желание владеть новыми вещами. Отсутствие адекватной оценки своих поступков. А также последствий их совершения. Отрицательное отношение к проводимой профилактической работе со стороны правоохранительных органов. Негативное отношение к закону в целом. И отсутствие должного контроля со стороны законных представителей. Как отмечают в МВД, отсутствие должного надзора над детьми ведет и к другим серьезным правонарушениям среди подростков. К примеру, преступлениям, связанным с употреблением алкогольных напитков. Таковых, констатирует ведомство, с начала года зафиксировано не один десяток. Так, за 7 месяцев 2020 года в отношении несовершеннолетних составлено 39 протоколов по статье 20.21 КОАП Российской Федерации, 50 по статье 20.20 часть 1 КОАП РФ и 88 по статье 20.22 КОАП РФ. Таким образом, нарушение антиалкогольного законодательства в текущем году привлечено 177 лиц. Как отмечают в городском управлении МВД, когда родительское влияние на трудного подростка не помогает или не оказывается вовсе, действенным способом профилактики противоправных деяний со стороны несовершеннолетних является их своевременное помещение в Центр временного содержания. По данным правоохранителей, за истекший период текущего года в Центр помещено 38 человек. Большинство из них, уверенность стража порядка, вернется к обычной жизни законопослушными гражданами. Продолжение следует...